Позавчера еще появились первые сообщения о том, что Тахиржон Бакиев повесился в колонии. Я так понимаю, что для людей, которые занимаются правозащитой заключенных, Тахиржон Бакиев был человеком довольно известным, потому что он подвергся пыткам. Подвергся пыткам настолько, что ему вынуждены были поставить калприемник и вывезти кишку наружу. И после всего этого он еще и пытался защищать свои права в суде и теперь закончил же самоубийством или нет. Как вы на эту историю смотрите? Давайте я начну с самого начала. Тахиржон Бакиев, он этнический узбек. После смерти матери он перебрался в Иркутскую область. Он россиянин, в село перебрался. То есть он узбекский россиянин, каких, в общем, довольно много в стране. С самого начала он попал в тюрьму довольно странно. То есть, в принципе, конечно, его дело подлежало бы пересмотру, потому что он заступался за многозетную мать, за свою досельчанку, которые пришли коллекторы требовать долг с оружием. Наставили женщину ружье. Он ее защищал и просто отобрал у мужиков оружие, которым они пугали женщину и детей. Значит, и у него статья о хищении оружия. Прекрасно. То есть уже такое, да. Значит, он сразу проделал, так сказать, довольно большой путь в Иркутском мире тюремном, потому что он побывал во всех самых страшных СИЗО и колониях всей этой области, которая вот в последние годы просто стала лидером по производству пыточных историй. Вот не дело против пыток, а истории. Я напомню, что в колонии в Ангарске, в которой сидел Бакиев, это колония номер 15, в 2000 году произошел бунт. А бунт произошел потому, что там одновременно изнасиловали несколько сотен заключенных. Сотен. А изнасиловали их потому, что назначили нового начальника ГУФСИН. Четыре года до этого не было вообще начальника. И он начал объезд зон. А что такое четыре года вообще без начальника? Ангарск. Лесная зона. На зоне четыре лесопилки. Четыре. Четыре. Рабский труд. Рядом Китай. Каждая лесопилка приносила миллион рублей лично в карман начальнику зоны. Лично. Собственно, сейчас это широко известно, поскольку начальник уже за это сидит. И перед визитом нового начальства, это как ворование слободка. Зона должна была загореться. Лесопилки должны были сгореть. А как они должны были сгореть? Они могли сгореть только во время бунта. Значит, надо спровоцировать заключенных на бунт. уже известно... А почему они должны были сгореть? Я не понимаю, это незаконные были лесопилки, что ли? Да потому что там... Конечно, все сгорело и все. Это же, как это, все украдено до нас. Ревизия. Нужно были сгореть. Они сгорели. Причем есть свидетельства, они были в деле этого начальника, что сначала из этой зоны вывозилось все. Мясо из столовой, краски, там инструменты. Сначала все подчистую вывезли, но потом бунт. А теперь бунт. А теперь будем насиловать заключенных, они сейчас восстанут, все подожгут, и мы на них все свалим. Что и произошло? И вот, собственно, Техержиот Бакиев был одним из тех, кто бунтовал в колонии. В колонии бунтовали все. И причем это такой был бунт вполне себе лайтовый, скорее разогреваемый сотрудниками. Опять же, сейчас уже все это выяснено. Потому что даже когда спецназ вошел, ОМОН вошел, заключенные все сели на корточки, руки за голову, все как положено. Их начал избивать не спецназ, а сотрудники колонии. Так что командир спецназа, опять же, это показывают все заключенные, пытался останавливать сотрудников, чтобы прекратить их бить. Тогда у Бакиева обошлось. Тогда его просто избили, и, в общем-то, больше ничего. И так как в колонии был пожар, было вот это вот все, его перевели в ИК-6, недалеко лежащую зону, перевели через долгие муки, потому что избивали заключенных всех по дороге, что уголовное дело было открыто сильно-сильно позже. Все это 20-й год. Его перевели в ИК-6, где он уже был бунтовщиком. А самое главное, что здесь зона такая была антимусульманская. И над ним издевались, над Кораном издевались, там все такое. И в какой-то момент, когда он уже, собственно, пытался отстоять свое достоинство, достоинство своей веры, его избили, изнасиловали разработчики. Разработчики – это, собственно, заключенные, которые работают на оперативные службы, на оперские службы в СИНО, на оперские службы ЗОДЭ, и, собственно, под руководством оперов. Потом, позже, три опера были осуждены за это на пять лет, а разработчики пока не осуждены. И вот момент этого избиения… А почему разработчики не осуждены? Ну, как осужденные, работающие на… Разработчики, осужденные, работающие на оперативные службы, собственно, главная причина всех бед, на самом деле, во ВСИН, то, что у нас есть во главе ВСИН оперативные службы. Оперативные службы, которым все время нужно что-то дознавать, какие-то признания, что-нибудь там сотрудники какие-нибудь, агенты какие-нибудь. Любой главный начальник – это запад безопасности с оперативной работой. Ну, какая может быть оперативная работа в СИНО? Они уже осуждены, отстаньте от людей. Нигде такого нет. А в России самое главное – опера. Это не переводится ни один язык в мире. Это очень трудно разговаривать обычно с западными тюремщиками, это рассказывать. Во-первых, они не верят, что это вообще возможно такое. И то, что там избивают, это насилие, это то, что вообще это существует, что оперская служба существует внутри в СИН. Зачем? Ну, это другое дело, это отдельный разговор. Вообще все пытки происходят от того, что опера во все не главные, как и в любой этой службе, отсюда все пытки. И в момент изнасилования, то есть ему порвали кишки, ему порвали все на свете. Швабра и все как по-скрепному, да? Да, 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 да. И с тех пор, с 21-го года, Тихий Джон Бакиев, собственно, находится в состоянии инвалидном, очень тяжелом, с калоприемником, глубокий инвалид, его и не лечили. И, собственно, почему он находился в СИЗО, где и был обнаружен повешенным? Он находился там, потому что он давал показания, давал показания, участвовал в суде, а далеко не все из изнасилованных принимают решение, что они идут до конца. Сами понимаете, да? Вечно рассказывает, как это все было, как вот тебе вставляли туда, вставляли сюда, что говорили, но тем не менее он это делал, поэтому он был в СИЗО. Надо сказать, что там с ним уже с изнасилованным миллион нарушений было. Ну, во-первых, его должны были, конечно, актировать. Актировка – это, то есть отпустить в гражданскую больницу, по месту прописки долечиваться с такими заболеваниями, как у него. И с такой статьей, как у него, и с таким сроком, как у него, потому что у него срок заканчивался через полгода. Он много раз подавал на УДО, в последний раз, в 23-м году ему отказали от условий досрочного освобождения. То есть вот всех этих вот каннибалов, вот этих всех вот насильников, которые идут на войну, их можно, а его нельзя, опасно. На каком основании отказывали? Ну, не заслужил. Он же не на войну, он же домой. Слушайте, а само наличие инвалидности не препятствует содержанию под стражей? Очень даже препятствует. Тем не менее, его не отпустили. Ну, действительно, с ним работали правозащитники, и он недавно прислал письмо правозащитнику, оно опубликовано. Он очень, наверное, сам просит о помощи и пишет, что он не справляется сам. У меня поведен позвоночник, порваны кишки, на животе калоприемник, психокисломано, помогите, пожалуйста, сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что это я сам. Ну, вот так. Он вообще был бойцов и собирался бороться до конца, и я полагаю, что его смерть это не самоубийство, но он о нем предупреждал, что если это самоубийство, учтите, что я не сам. Поэтому здесь, конечно, нужно большое серьезное расследование, что, естественно, отягчается тем, что все закрытое ведомство и ничего наследовать не будет. Одно из последних писем Техерджона, он приводил там пример отписка очередая с прокуратуры, когда он жаловался на то, что, собственно, его не лечат, его не отпускают на актировку, нет комиссии, там все такое. Он даже перестали менять калоприемник. Представляете себе, что это такое? Ему ответила прокуратура, что все проверено, нарушений нет, а самое главное, что он не особо-то и пострадал. Типа, ну, типа, нет причин, нет причин особо его обставать. Он тогда еще возмущался, что, ну, как в смысле нет причин? В каком смысле нет причин? Вот, поэтому, конечно, это в любом случае, в любом случае это убийство, в любом случае это издевательство, это пытки, и, конечно, кто-то должен понести за это ответственность, хотя вот люди, которые его пытали, под руководством, которые его пытали, получили по пять лет, по пять лет, по пять, и я думаю, что они очень скоро уже освободятся через СВО, люди, которые непосредственно составляли швабру, удержали, били, они вообще никак не... Их имена известны, но пока они не следили за это. Но по ним идет следствие хотя бы? По ним идет следствие, собственно, в котором участвовал Техер Джон, и я думаю, что это следствие всячески способствовало тому, чтобы Техер Джон перестал давать показания и быть свидетелем. Я понимаю, что и убили его, если мы предполагаем, что это убийство, для того, чтобы он не дал каких-то показаний против конкретных... Да, для того, чтобы он замолчал и для того, чтобы он перестал выступать на суде, поскольку, естественно, в его случае трое стрелочек осужденных, но это ничего. Слушайте, это, конечно, какой-то ужас, когда вот так последовательно начинаешь разбирать и погружаться в историю одного только заключенного, каких, сколько их еще таких, кто не решил идти до конца, чья история не стала нам известна. И есть ли у нас вообще хоть какие-то способы все это остановить? Ну, вы знаете, очень много, например, работает такой вот стихийный правозащитник Петр Курьянов в Иркутской области. очень много работает по пыткам, и вот мы с тем, что видим, например, вот этой осенью, один из парней, который тоже подвергся насилию, Руслан, сейчас я фамилию не вспомню, хороший парень, он должен был освободиться осенью, просто по звонку срок закончился, и он выступал очень активно в судах, как свидетель, как его изнасиловали, а он такой большой, молодой, крепкий парень, и, представляете, как ему тоже тяжело это было все произносить, и он не вышел по звонку, его обвинили в дирекционерной работе учреждения, то есть вот в том самом бунте иркутском, ангарском, что это он был одним из зачинщиков, уже сидит начальник зоны, который все это устроил, ему именно это вменяется все, да, а парня обвинили в том, что это он устроил, и продлили ему срок, посадили дальше, представляете, вот он тоже вот борется, боролся. То есть вариантов на это влиять сейчас вот в этой России, которую мы имеем, с теми правозащитниками, которых мы имеем, работающими на земле, у нас нет никаких? Хочется сказать нет, но зачем-то мы это делаем? Потому что, наверное, все-таки верим хотя бы в то, что смерти были не напрасны, и что все-таки, знаете, как мы с украинцами сейчас тоже работаем, при обмене военнопленных вот украинская сторона, она очень тщательно опрашивает несколько военнопленных, то, что там отдельный статус по конвенции гражданских похищенных очень тщательно допрашивает, допрашивает, в смысле опрашивает, это адвокатские опросы и прокурорские опросы, разные опросы, то есть это просто полная картина, кого еще видели, с кем еще сидели, пытаются опознать сотрудников Сински, кого они видели, прокурорских, потому что все это безусловно, вот в это я верю свято, ляжет в основу будущих уголовных дел, которые будут рассматриваться в Гааге, не в Гааге, а в Киеве это точно, и хорошо там, или не хорошо, там Путин не доживет, Шойгу не доживет до этих рассмотрений, а очень многие сотрудники Син доживут, доживут до того, что сядут на скамье подсудимых в Киеве или в Гааге или где-то еще, совершенно точно доживут, и поэтому эти материалы нужно копить и тщательно их все детали там сохранять. Я думаю, то же самое и с этими делами с Иркутскими. Мы понимаем, почему мы говорим о том, что этих всенщиков будут судить за преступления по отношению к похищенным украинским в Киеве или в Гааге. Доверняка Россия этот путь не пройдет скоро, если вообще пройдет, но шанс-то есть, по крайней мере, мы с вами верим в то, что когда-нибудь все изменится. Редактор субтитров А.Семкин